Всем привет ребята, интересные рядом, в общем ситуация такая. Сижу я сейчас на стриме, играю, общаюсь с вами, с моей аудиторией, с моими дорогими подписчиками, ну и теми кто просто приходит стрим посмотреть, вот отвечаю на вопросы и вдруг мне на игровой аккаунт приходит новая премиумная китайская ПТшка 8 уровня WZ-121FT. Ну и конечно же зрители сразу же попросили ее выкатить, сразу поясняю, разработчики начисляют блогерам некоторые танки, если они хотят увидеть мнение блогеров по этому танку. То есть не обязательно она должна быть хорошая, если танк плохой, блогер имеет право высказать любое свое мнение по этому танку, не думайте, что это какие-то проплаченные или подставные обзоры, потому что такие мнения в комментариях часто бытуют, меня не очень обижают. Так вот, прямо на стриме, ребят, я ссылку оставлю в описании под видео, ПТшка была начислена на аккаунт, абсолютно голая, с 50% экипажем, как вы понимаете, китайского экипажа у меня нету и взяться ему неоткуда, поэтому кое-как там сварганил из того, что было, там, ну, девчонки у меня с нулевым перком боевого братства были. В общем, как-то умудрился я сварганить на эту ПТшку более-менее адекватный экипаж, конечно, немного перковый, в общем, самый такой обычный, который, скорее всего, будет доступен большинству из вас, если вы будете кататься на китайских ПТшках. Вот. Кстати, к слову, если разработчики уже дали блогерам на обзор эту ПТху, да, они сейчас появятся у всех, у Джоу, у Амвея, там, я знаю, и Волграни уже выпустил по ней свое мнение, я, кстати, его не видел, я сразу после стрима делаю свой обзор на эту ПТшку. Пока еще впечатления, так сказать, яркие и свежие. Так вот, если они уже дали нам покататься, значит, это уже финальные характеристики этой ПТшки и те характеристики, которые я вам озвучу, если эта ПТха появится в продаже, а, скорее всего, ну, блогерам начисляют ее, там, за недели-две, за месяц до того, как она в продажу поступит, ну, чтобы успели, так сказать, свой фидбэк свой составить. Вот, то эти характеристики, с этими характеристиками, она и выйдет на основу. Значит, я сыграл несколько боев, все бои у меня были и в топе против шестерок, этот восьмой уровень, и против девяток я играл, и против десяток. Я играл вот этот бой против десяток, к сожалению, здесь в лоб в лоб постреляться с десятками у меня не получилось, но я думаю, у меня бы все равно были хорошие результаты. Итак, в этом бою мне удалось нанести около трех с половиной тысяч дамага и при этом сделать еще парочку фрагов. Значит, давайте посмотрим, что мне дали за этот бой. Очень важный момент. 3 300 дамага, да, который я здесь нанес, кстати, один фраг всего сделал, немножко обманул. 3 300 дамага я нанес все 3 300 с дистанции меньше 300 метров, то есть по собственному засвету. За это получил почти 110 тысяч грязными. Сейчас кто-то скажет, а, смотри, у тебя там 40 тысяч на автопополнение снаряжения, ребят, но это мой геморрой, я сам использую голдовые расходники, вас это делать никто не заставляет. Значит, здесь автопополнение боекомплекта вы видите чуть больше 8 тысяч и примерно столько же ремонт техники, то есть это на самом деле недорого, потому что снаряды здесь стоят чуть больше. Кстати, дуэт тоже неплохое такое слово для снарядов, потому что они же просаживают ваш фарм на этой ПТ-шке. Снаряды на ней стоят чуть больше 1000 серебра, ребят, и это недорого, потому что альфа здесь, ребят, внимание, 440. Да, я понимаю, что это не тяжелый танк, но это ПТ-ха с альфой в 440, и это очень хорошо. Давайте так, положа руку на сердце, да, 440 это не самая большая альфа, которая есть у ПТ-шек на восьмом уровне, там, например, ИСу та же по 750 может выдавать. Но, если сравнивать практически со всеми ПТ-шками восьмого уровня, это альфа выше среднего будет. Кроме того, здесь и пробитие базовым снарядом, ББ-шкой, ребят, у которой не забывайте, что есть еще и нормализация в 5 градусов, 248. 248 это пробитие, которое есть даже не у каждого танка 10 уровня, а особенно, если этот танк тяжелый. Конечно, с ПТ-шками 10 уровня глупо такое бронепробитие сравнивать, но также здесь есть еще и кумулятивы. С таким бронепробитием они вряд ли вам потребуются, я уж тут просто первые бои катаю, не знаю, взял с собой 10 штук, но если вдруг вам интересно, пробитие у них 310 миллиметров. На мой взгляд, не самый лучший параметр, но даже десяточку в лоб какую-нибудь, если под прямым углом, то пробить можно будет. Хотя 248, я думаю, вам все равно будет для большинства танков хватать просто за глаза. Еще один параметр, на который хочу обратить внимание, это скорость полета снаряда. 1000 метров в секунду, ребят, это не много, не мало, это нормально для ББ-шки, то есть 1000, не медленно, не быстро, нормально. Чтобы вы понимали, ребят, я не пытаюсь перехвалить сейчас ПТ-шку, но у меня действительно она оставила хорошее впечатление, поэтому вот вам еще парочку плюсов, которые мне реально бросаются в глаза. Она невысокая, от земли невысокая, здесь база от Тайпа-59, кстати, и броня, похоже, от него 120 миллиметров лоб под хорошим углом, дает приведенку в 200 миллиметров. Если на большой дистанции это еще поможет вам что-то танкануть, то если вы войдете где-то на ближней дистанции в бой, да, то любая восьмерка практически без проблем вас в лоб будет пробивать. Так что особо на броню здесь я бы рассчитывать не стал. Ну, как я и сказал, невысокая ПТ-шка, достаточно сильно прижата к земле, и от этого очень хороший коэффициент маскировки. На месте вообще показывает 40%, а в движении 24%. Ну, то есть это реально просто очень хорошая маскировка, и это причем стоковые показатели. Кроме того, здесь, как вы видите, перезарядка достаточно приятная, около 8 секунд, но это уже с досылателем, само собой. Вот, что дает, если смотреть в стоке, без досылателей, без всяких вот голдовых моих расходников, то это дает 2 800 урона в минуту. Это очень хороший показатель, потому что стандартом для ПТ-шка восьмого уровня является 2 400. То есть практически на один выстрел больше эта ПТ-шка в минуту делает, чем большинство ПТ-шек восьмого уровня. То есть я хочу, чтобы вы меня услышали. 8 секунд КД, альфа 440, при этом еще и хорошее бронепробитие 248. Где же здесь недостатки-то поискать? Ну, недостатки, как всегда, надо поискать в точности. В общем, разброс на 100 метров хуже среднего, ну, тут где-то 0.37, 0.38, вы все равно не запомните, просто хуже среднего. При этом долго еще сводится, 2,8 секунды. Не сказать, что прям целую вечность, но все равно чувствуется долго. При этом у ПТ-хи неплохая стабилизация от различных параметров, но я бы не сказал, что и хороший. Ну, как вы видите, когда стволом вожу, разброс с круга сведения практически не происходит. То есть стабилизация более-менее нормальная, если стоите на месте, сможете прям по КД свой ДПМ реализовывать. Также здесь не самые шикарные углы склонения орудия. Всего 6 градусов вниз, то есть от рельефа сильно не поиграете. Ну и страдать сильно тоже не будете. То есть это не плюс, не минус, это такой средний показатель. Влево-вправо орудие поворачивается по 10 градусов, и того в сумме 20. В принципе, на большой дистанции хватает, вблизи этого, само собой, мало. Но тоже, чтобы вы понимали, эти показатели, они не критичны. Что касается обзора, у ПТ-хи 380 метров. Это выше среднего по уровню, то есть это можно сказать, что хороший обзор. Но все равно, я не знаю, стоит ли вы усилять рогами или нет. Я поставил здесь улучшенную вентиляцию, но чувствую, есть смысл поставить либо маск-сеть, либо стереотрубу. Либо вы будете дальше видеть, либо еще лучше маскироваться. Тут уж сами смотрите по своему геймплею. Я пока что, наверное, улучшенную вентиляцию оставлю чисто для того, чтобы реализовать ДПМчик. И, в принципе, все. ДПМ только ради этого. И подвижность еще. Кстати, о подвижности. Здесь сейчас мощность двигателя не самая лучшая, 580, но и ПТ-шка не самая тяжелая. Что дает нам 16 лошадей на тонну. Это мощность, ну, скажем так, ниже среднего СТ-шки. В принципе, здесь СТ-шная база, так что по подвижности ПТ-ха неплохо. Она в гору не самым лучшим способом забирается. Но у нее, кстати, еще и проходимость по всем типам грунтов лучше, чем у всех остальных ПТ-шек. Ну, не у всех, конечно, но выше среднего, скажем так. Поэтому как-то недостатка подвижности не чувствуется. Кроме того, она еще и вертится влево-вправо неплохо, 42 градуса в секунду. То есть это очень хороший показатель, ребят, чтобы вы понимали. Средний по уровню 28, а у нее 42. То есть закружить ее на ЛТ-шке будет непросто. 50 едет вперед, 20 назад. 50 вперед приятно, 20 назад жизненно необходимо, потому что после выстрела откатываться придется. Из минусов. Прочность танка маловато, 1100, потому что средняя по уровню 1200 примерно. Низкие показатели живучести внутренних модулей. Там вот боеукладки, баки. То есть вероятность того, что если вам будут попадать в БК и в баки, возможно, какие-то криты. Она достаточно велика. Вот. Ну и цена танка, я не знаю, какая она будет. Внутри клиента есть данные, что 10,5 тысяч голды. Если быть точным, 10,650. То есть это не дешевая ПТХ, но и параметры у нее тоже такие не кислые. Скорее всего, первое время она само собой, если и будет продаваться, будет продаваться только через премиум магазин. В клиенте ее купить за голду нельзя будет, если она у вас есть. И скорее всего, она будет стоить денег. Сколько денег она будет стоить? Мне сейчас можете вопросов не задавать. Я ее сегодня увидел впервые и отыграл на ней не так уж и много боев. Поэтому у меня еще нет общего мнения по этой ПТХ имбана или фигня полнейшая, да? Можете посмотреть мои эмоции, как я уже говорил. Ссылка прямо в описании под этим видео. Я оставлю. Просто кликайте по ссылке и смотрите прямо на стриме, как я ее снаряжаю, как я на ней выхожу в бой, чего я боюсь, чего не боюсь и как я вообще тестирую танк прямо в полевых условиях. Давайте понемножечку подводить итоги. В принципе, я их уже озвучивал на стриме. В целом, многие ПТХу эту сравнивают со СУ-122-44 советской прем-ПТ 7 уровня. Мне такое сравнение не очень нравится. Они похожи, у них и характеристики примерно одинаковые. Но СУ-122-44 она никого не пробивает. И она косая, просто мама не горюй. Вот на этой ПТшке я такого не заметил. Да, у нее не самые лучшие показатели точности, но играть на ней приятно. Во-первых, есть подвижность. Ну, в принципе, у СУ-122-44 она тоже есть. Но здесь самое главное, есть более-менее точность и хорошее пробитие. То есть, если бы мне дали возможность поиграть на этой танке или на этом танке, или на СУ-122-44, я бы, конечно, выбрал бы сейчас вот этого ВАЗика. Ну и возвращаясь к вопросу фарма кредитов. За 2500 дамага, причем очень важный момент, из них большую часть нанесено по чужому засвету из дистанции свыше 300 метров. При этом я сделал 5 фрагов. Это ценится, кстати, при получении кредитов. Я получил 81 тысячу, соответственно, кредитов. Обратите внимание, что урон, который вы наносите с близкой дистанции, дает вам больше кредитов, нежели их, чем если вы стреляете по чужому засвету. На этом у меня, ребят, на сегодня все. Оставляйте свое мнение о ПТХе в комментариях. Это еще предварительный обзор, мы еще будем на ней катать. Поэтому не забывайте подписаться на канал. Не забывайте поставить лайкос этому видео. Не забывайте оставить свое мнение в комментариях. И до скорых встреч!